Ну, допустим, у вас друг воробушек-социофобушек. Вы к нему подходите, начинаете с ним общаться, а он такой «да», «нет», «не знаю», и на этом как бы его ответы закончились. Может быть, он не социофоб, может быть, это просто закрытый человек, может быть, он вам не доверяет, но в любом случае это человек, который действительно много молчит, либо отвечает односложными словами, и вы можете бесконечно много зажигать по петле общения. Кстати, ссылка сейчас появилась. Вы бесконечно много можете включать словесную импровизацию, но ваш собеседник продолжает молчать. Что делать, Дим, подскажи? И, конечно же, я вам расскажу и подскажу. Слушайте меня внимательно и записывайте, записывайте. Не просто так эту рекомендацию слушайте и такие «да, хорошо, я, конечно, поставлю Диме лайк». Поставьте, кстати, лайк и подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, но при этом записывайте все, что сейчас я говорю, а я буду говорить пошаговую методику. Первое. Дайте время человеку. Человек может быть действительно скован, может быть закрыт, может не слишком сильно доверяет людям, может быть он сам по себе такой, у него состояние такое, да, то есть он всегда вначале немного молчит, либо много молчит, поэтому дайте время. Может быть это не одна встреча, да, может быть это две встречи, может быть три встречи. Вы больше говорите, но при этом все равно включайте петлю общения. В любом случае вы открыли какую-то тему, как у тебя дела, как настроение, ты выспалась, и я сегодня, кстати, выспался, и книгу прочитал сегодня, наконец-то, я давно хотел прочитать эту книгу. Ты читал эту книгу? Как тебе вообще? То есть вы в любом случае говорите, но вы всегда потом задаете вопросы собеседнику. То есть включайте петлю общения. Вовлекайте человека в разговор. Но опять же, я говорю о том, что вам нужно дать ему время. Не спешите. Постепенно человек начнет отвечать на ваши вопросы, постепенно он начнет раскрываться. Шаг второй. Если он молчит, он все так же отвечает односложными предложениями. Что делать? Я дал ему время. И второй шаг – это поговорить с ним. Может быть он всегда так мало говорит, может быть он скован. Говорите откровенно, да? Скажите, почему ты всегда молчишь? Может быть дело в нем, может быть дело в вас, может быть дело в мире, может быть он миру не доверяет. Спросите. Но если все-таки он говорит, я всегда такой, и на этом его ответ закончился, либо он говорит, да нет, все нормально, и опять же его ответ закончился, либо он не отвечает никогда подробно и вообще как бы на этом все, тогда вы переходите к третьему шагу. Но я рекомендую в некоторых случаях этот шаг добавить в нулевой. Вы сейчас поймете о чем я. Посмотрите, как он двигается. Какие у него вредные привычки тела. Может быть мельтешение? Может быть наоборот у него зажатости? Может быть он постоянно вот так закрыт? Может быть он не смотрит вам в глаза? Может быть он постоянно опускает глаза? Может быть у него тихий голос, неуверенный голос? Как он одет? Серая одежда преобладает черные цвета. Складывается такое ощущение, чтобы его никто не трогал? К нему никто не подходил? И главное, никто на него не смотрел и не замечал. Это третий шаг. Но почему я говорю, что также нужно перекинуть это на нулевой шаг? Потому что если вы уже в самом начале увидели такого человека, то вам будет проще делать первый шаг, потом делать второй шаг, но опять же вы вернетесь к этому шагу, потом все равно третий шаг вы просканируете человека и примете решение. Четвертый шаг. Вы отпускаете этого человека. Я объясню почему. Если вы общаетесь с человеком, вы дали ему время, вы поговорили с ним откровенно и дали еще ему время. Если вы раскручиваете его темы, если вы продолжаете раскрываться перед ним и пытаетесь раскрыть его, но ничего не получается, и самый главный показатель, который вы сейчас запишите, у вас здесь ничего не зажигает. Никаких эмоций по отношению к этому человеку нет. Ваше общение с этим человеком на нуле. То есть вы ничего не чувствуете к этому человеку. Но почему-то вы себя заставляете. Я не знаю почему, но вы заставляете общаться. Так вот, если ничего нет у вас внутри, вам нужно отпустить этого человека. Проанализируйте себя после общения с этим человеком. Что у вас? Какое послевкусие? Когда вы должны встретиться с человеком? Какое у вас предвкушение? Когда вы во время общения контактируете с человеком, какое у вас ощущение, какие впечатления? И если все-таки преобладает больше скучно, неинтересно, однообразно, мне приходится напрягаться, мне тяжело, я не испытываю эмоции. То есть вы в минус работаете себе, отпускаете этого человека. Он не изменится никогда. Но у вас есть шанс помочь ему в любом случае, да? И вы знаете, что нужно сделать. Вы же знаете, мои дорогие плюшевые мишки, зайчата и совята. Вам нужно посоветовать мой канал. И, может быть, у него еще есть возможность вас вернуть обратно, когда он прокачается по моим видео. Посмотрел видео, понял. Боже, я же серая мышка, я исправлюсь. Я прокачаюсь по петле общения, по словесной импровизации. И я напишу, я позвоню Михаилу, скажу, здравствуй, давай встретимся еще раз. И на этом все. Я надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос. Вы все записали, поставили лайк под этим видео, подписались на мой канал и сказали, Дима, наконец-то я поняла или понял. Смотри, а кто смотрит. Ну и на сегодня все. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok